Доброго дня, уважаемые коллеги. С вами Сергей Маслёхин, консультант компании решенияверные.рф. Информация для стартапов, технологических компаний, команд, может быть, еще не оформившихся юридически в качестве юридического лица или там не создавших ИП, но работающих в сфере искусственного интеллекта. Как вам, возможно, уже известно, может быть и нет, правительство Российской Федерации с 2021 года начинает активную грантовую поддержку развития сферы искусственного интеллекта. Не только грантовую, то есть там регламент, принятые стратегии развития искусственного интеллекта, разработан понятийный аппарат, то есть есть критерии, что относится, что не относится к технологиям искусственного интеллекта, разбиты по направлениям, по технологическим задачам, которые решаются в рамках этих направлений и так далее. То есть, в принципе, нормативная и регламентная база на сегодняшний день уже вся есть. Соответственно, речь сегодня пойдет о грантах. Одних из грантами для искусственного интеллекта занимаются несколько фондов. Это и Сколково, и РФРИД, и Бортник, еще есть организации, и РВК, российская венчурная компания. Сегодня речь идет о четырех грантах для проектов в сфере искусственного интеллекта, которые идут по линии фонда Бортника. Официальное его название этого фонда фонда – Фонд содействия развития инновациям или ФЭЗИ. Многие, наверное, знают эту аббревиатуру, название сайта Бортника Полякова. Соответственно, фонд объявил уже в этом году четыре конкурса, два старта. Старт ИИ-1 и Старт ИИ-2. Одну коммерциализацию искусственный интеллект и одно развитие искусственного интеллекта. Это помимо конкурсов, которые были в прошлых годах, там развитие НТИ, развитие цифровые технологии, развитие цифровые платформы, коммерциализации, то же самое, Старт и так далее. То есть это узконаправленные конкурсы для как раз сферы искусственного интеллекта. Конкурс Старт, прием заявок этого года, ну, по крайней мере, текущий отбор до 23 августа, торопитесь. 2021 года предполагает максимальный размер гранта на одну команду, на один стартап, до 4 миллионов рублей. Условием данного гранта является завершение неокров первого этапа и регистрация объекта интеллектуальной собственности, риды, результаты интеллектуальной деятельности, согласно гражданскому кодексу. То есть это могут быть оформлены на балансе интеллектуальная собственность, а также могут быть получены свидетельства ФИПС на базу данных, на программу для ВМ, компоненты и так далее, и так далее. Старт 2. Старт 2, если я ничего не путаю, он у нас круглогодичный. Соответственно, да, еще упомяну, в старте могут участвовать как юридические лица, так ИП, так и физические лица, которые в случае присуждения им победы в конкурсе обязаны регистрировать юридическое лицо и начать оформлять все заделы и всю интеллектуальную собственность на баланс этого предприятия, юрлица. Так, старт 2. Искусственный интеллект. Естественно, условие, как и в старте 1, должна быть создана интеллектуальная собственность и оформлены права. В том числе создан сайт этого предприятия с описанием, что именно за неокорпродукция такая создана и о том, что она создана с поддержкой фонда. Так, подано заявление о включении ПО в единый реестр программ для ЭВМ, который у нас ведет Минкомсвязи, или электронной продукции, смотря что является продуктом разработки. И должна быть начата реализация самой главной продукта вот этого неокор. И в течение года, который является годом завершения неокор, то есть, по сути, проектных работ к проекту, реализация данной продукции должна в денежном измерении составить не менее 50% от сумм полученного гранта. Если это не произойдет, соответственно, грант надо будет вернуть с пенями. Так, здесь уже, в отличие от старта 1, добавляется требование о внебюджетном финансировании. То есть, заявитель должен обеспечить не менее 30% от сметы внебюджетного финансирования. Точнее, не от сметы, а от суммы гранта. То есть, внутри, 30% внутри суммы. Так, следующий конкурс – развитие искусственный интеллект. Сумма гранта там уже побольше, чем в стартах. Старт 1,4 миллиона, старт 2,8 миллионов. Соответственно, развитие искусственного интеллекта, максимальный лимит до 20 миллионов рублей софинансирования менее 30. И приоритет будет отдаваться тем, у кого доли софинансирования больше, чем 30. Соответственно, различаются проекты сроками выполнения работы. Если старт 1 – это 12 месяцев, то старт 2 – до 18 месяцев, если не ошибаюсь. И развитие до 24 месяцев. Так, соответственно, еще есть у нас коммерциализация, искусственный интеллект. Там требования по реализации продукции, по выручке от реализации продукции, естественно. Сумма гранта такая же, как в развитии – до 20 миллионов рублей. Софинансирование – 30%. Срок выполнения неокр – 12 месяцев. Но фактически это говорит о том, что это некоторая доработка, или, как программисты говорят, допиливание, например, почти готовой системы, либо до конкретного заказчика, либо дополнение какого-то функционала до полноценной коммерческой версии. То есть это не разработка, скорее всего, с нуля. Это какая-то ветка, какое-то направление в развитии проектов. Соответственно, под этим видео будут ссылочки на программы, на информацию сайта Фейзи, кое-какая информация о том, кто заявитель, какие размеры и другая нормативная справочная информация. Вы можете обращаться за консультациями по этому вопросу, в том числе к нам, за разработкой документации, потому что, вот, например, уже для коммерциализации, для развития уже требуется бизнес-план. Ну, естественно, для всех конкурсов требуется календарный план с метатехнической заданием. Без этого никак. Соответственно, в создании либо редактуре этих документов мы также участвуем. Ну и плюс, очень полезно бывает для клиентов в консультации, какие условия надо соблюсти, и подойду ли я или не подойду, или подойдет наша команда, наш проект, там, наше юрлицо, по совокупности признаков, факторов под номинацию данной программы, какие шансы получить. То есть этим наша компания тоже занимается. Обращайтесь, удачи вам в реализации новых проектов, и надеемся увидеть много продуктов в сфере искусственного интеллекта на рынке. Всем успехов!